Верующие задают много вопросов. По интернету видно, как отвечают на вопросы патриарх, епископы, священники и иные. Вы тоже отвечали на многие вопросы, даже в этих книгах, вот эти, куда перед нами лежат. Как нам отвечать правильно? И проверить, правильно ли нам отвечают? Вот такой у меня вопрос. Ну, из вопросов вся жизнь состоит. Я не знаю, насколько это достоверно, но будто бы, вроде английские там какие-то исследователи, прикрепили микрофончики, раньше было, к платью матери. Сколько ребенок задает? В среднем 470 вопросов в день. Невероятно. Ну, в общем-то, больше, чем взрослые. От правильного разрешения вопроса зависит все. Жизнь наша и смерть наша. У меня было много вопросов. Но я родился в такой семье, я по себе скажу, раз вопрос ко мне задан, где мои родители, вот у меня Тихон Дмитриевич, мать Мария Егоровна, отец инвалид войны, отечественного, у него левой руки под плечо не было, 10 ребятишек, 10 живых, было 12. Вопросы разрешать было некому. А у меня еще повреждение механическое в перепонке было. Как-то временами то затихает, звук, то так. И я лишний раз старался нигде не вылазить. Да и как-то отец пастухи, а на поле вырос, вопросов задавать некому было. Всегда старался доходить до ответа сам, через книги. И поэтому я читал столь много, что в шестом классе почти ослеп. А потом стал зрение выправлять, а потом только уже стал считать, как коррекция зрения проходит, все. Я интуитивно нащупал этот метод. И зрение вернулось на 100%. Служил в Марфлоте, потом в ракетных частях. Все время занимался самостоятельно. Это плохо. И в то же время в этом хорошее есть. Я иногда не раз слышу, что учительница говорит, «Учу, урока надо вперед, чем она задает». И потом в моей жизни как-то это все сложилось так. Потом я это прочитал уже в Евангелии. «Старство небесное, подобное книжнику, которое выносит из сокровищ и со своей старое и новое». Вот у меня так и было. Старого у меня было много. И пришлось повернуть это как-то к новому. Ну, многое это я любил очень в природе. Особенно птиц, орнитологией заниматься. Рано пошел в школу, в пять лет, даже шести еще не было. Ну и раз нет кого, все сам. И вот когда я обратился к Богу, я называю, эта встреча моя со Христом была 27 сентября 1962 года в 17.00. Я был на корабле в это время, работал матросом, учился в мореходном высшем училище. И вот как Господь ловит на чем. Я любил бабушек, ну, приучен был к милостыне-то. И одной помог сумки нести, сошел, пошел в кино, на берег сошел и спросил, где тут верующие, есть или нет. Евангелие, не Евангелие, а как что-то божественное достать. Ну, она показала, это дом был баптистов. Они на латышском языке вели. Я уже разговаривал по-латышски, но не понимаю. А потом в русский зашел и зашел. Пригласили меня одни, они тогда объединились, 50-ники были, вера евангельская называется они, и баптисты. И вот у них я впервые увидел вот эту книгу, которая называется Библией. И когда мы склонились молиться, а я молился достойно, есть всякого истину, Богородица, Дева, радуйся. Они сказали, давайте молиться тогда. Книга, дали мне новый завет, она мне страшно понравилась. Но я не знал, что это откровение Божие. Ничего не знал. Я просто по разным атеистическим брошюркам вылавлял нужное. И когда сказали, молись, чего хочешь просить, просить у меня нечего, все у меня есть. И я вдруг понял, у меня нет веры. Веры, то, что здесь написано. И меня на этом Бог половил. Я занимался много языками, в это время я на семи языках занимался уже. Английский, немецкий, французский, испанский. Все это в прошлом. И я понял, у меня нет веры, что, что написано, заключено вот в эти корочки. И Бог дал мне веру. Ну и еще вот сейчас идет 51 год, как я иду. И все мои вопросы, все разрешились, когда я прочитал Библию. Читал я ее очень и очень внимательно. Через три с половиной месяца меня баптисты там уже поставили на кафедру проповедовать. Но я никогда не был баптистом. Я продолжал креститься рукой, как с детства наученный. Вот. Вот в этих книгах, которые Господь мне позволил издать, это вот каждая книга, 752 страницы. Видно, какие книги. Здесь 38 книг. Мною изданных за 9 лет. Здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Я вел занятия в пяти университетах, десятка школ, во всех отделах милиции, городском краевом УВД, во всех воинских частях, в окрестностях за мной приезжали командиры частей. Вот. Там, где отбывают люди, заключенные в больницах, в КГБ, в прокуратуре, в судах, но трудно найти место, где бы я не преподавал. Во всех техникумах. И везде задают вопросы. Я никогда, ни разу, ни на один вопрос не отвечал в приглядку. Вот я гляжу, задают вопросы Осипову Алексеевичу, Каскун Максим. Ну, многие там уже священники отвечают. Все. Кураев там отвечает, где все отвечают в приглядку. Никогда, нигде, ни на один вопрос не ответят, когда патриархии касается конкретно. От патриарха. Почему прямо не сказать? Патриарх такой же человек, которого надо любить, уважать, но не потворствовать. Он виновен в этом? Значит, вопрос прямо задать и так и отвечать. А не так это такое время было, вот надо было торговать табаком, нам уже деньги для восстановления храмов. Может быть и надо, но зачем губить попутно храм, в котором Христос живет? Тела ваши, суть храма Бога живого. Мои все вопросы отвечены без пригляда. Я знал, что в университете, где я веду занятия, сидят представители КГБ. У меня они прям подходят, говорят, я их знаю, мог навеличать. с краевой администрацией, городской, ну то есть самые высокие органы. Людей было очень много приходило. Ну и задают вопросы. Или, допустим, Новосибирский академгородок, я там вел занятия. Я знаю Библию, насколько ее возможно познать. Как? Не содержание только. Содержание я ее знаю так, что мог цитировать любую главу. Мне Бог дал, как называет такой здесь писатель или журналист, он Быков, Дмитрий Львович, из Москвы специально приезжал. Обладаю уникальной памятью. Это у меня от отца есть. Но, в первые же дни, как я обратился к Богу, у меня сразу возник вопрос. А вот те люди, с которых дал мне Бог Библию, а правильно они понимают? А там были единственники, антитринитарии, троицы не признают. И я просто умом своим дошел, что надо вернуться тогда, когда церковь была единая. Все я с вами во все дни до скончания века. Для меня это было отправной точкой. А когда? Сегодня он все равно Бог с кем-то. Во все дни, в четверг и в пятницу и в субботу будет. Но где, когда их 21 тысяча насчитывается, динаминации там, как их называют, я решил добраться до первого века. И я там уже нашел святых отцов. Парикарпа Спирска, Киприана Карфагенского, Иоанна Златоуста. Но в совокупности все это, я теперь уже верю, это Бог дал так, блаженный феофилакт. Я его законспектировал вот этой рукой. Потом по нему уже законспектирован, а я вел много лет, много лет. Ну, только в одном университете, в техническом, где-то 18 лет вел занятие по блаженному феофилакту. Но так как я знаю других святых отцов, три года занимался только канонами церкви, переводил их с церковно-славянского языка симфонии, всегда составляя, чтобы людям дать облегчение, то в конце концов получалось так, что отвечая на вопросы, я ни на один вопрос не ответил, я его не знаю. Тогда говорят, какое-то самомнение, вот так, а мне не надо. Вы уверены, что отвечаете правильно? Абсолютно отвечаю. Я неправильно и вообще не отвечаю. Не отвечаю. Мне это не дано неправильно. отвечать. Тогда люди чуть не в шок. Да как можно так о себе говорить? Да так, что вы не ко мне пришли. Вот это ошибка всех попов и патриарха и профессоров. Не к вам пришли люди, люди к Богу пришли. Они думают, ты облечен особой одеждой, широкий, у тебя в рукавах, как у цыганки платье. Значит, к тебе пришли они или к Богу? Да ты отвечай по-божьему. Я отвечаю сразу же. Глава такая, книга такая, стих такой-то. И вот в этих книгах, вот, это все-таки 38 томов. Я думаю, это, ну, не в каждом даже доме такое есть. В каждом томе примерно 3000 с лишним ссылок на священное писание. Иногда бывает не один из них, а целый пакет. 3000 умножить на 30 томов. Вот это открытым оком, оно называется, 30 томов. Слово сказать, вот под рукой оказалось, это 18 томов, это о мусульманстве. Коран весь разбирается по сурам и аятам. В сравнении с Библией такого труда нет ни у Даниила Свистова, ни у кого нет. Он уникален, этот труд. Открытым оком. Назойдите в интернет. Просто зайдите в гугл, Игнатий Лапкин, форум или сайт. На сайте они все книги эти есть. Допустим, вот касается вопроса, 20 томов, это мои беседы с Александром Менем. Такой был священник, убитый извергами рода человеческого. И наши беседы, но они в аудио стоят и на сайте. Дальше. Вот это вот золото любят больше всего евреи. Обложки все разного цвета. Это про евреев. Три тома по 700 страниц. По 752. Здесь я разбираю Талмуд. Талмуд, это 12 томов. В сравнении с Библией. И все, что за 3600 лет о них было сказано. А здесь за 1300 лет что сказано о мусульманах. Эти книги сами по себе, они просто аналога не имеют. И вот здесь в этих книгах я отвечаю на 4124 вопроса. Это о чем? Политика. Потому что я в военном училище преподавал, в высшем авиационном училище. Там полковников полный зал почти. в Москве пришлось мне даже вести по не знаю как она называет радио России. В Вашингтоне я тоже выступал по радио на Россию. 4000 это политика, экономика, социология, семья, работа, литература, искусство, будущее, темные силы, загробная жизнь. Ну нет вопросов, которые бы люди не задавали. И вот я смотрю как отвечает допустим Максим вот я говорю скакун, каскун. Он отвечает 2-3 минуты, больше ничего нет. У меня так вопрос задан, иногда это 10 страниц. Иногда здесь я ссылаюсь не менее чем на 20-30 книг. Как правило всегда год издания показываю, когда она была издана, какой святой отец сказал. Не просто так, 100 главный собор. Я говорю, издание его прямо беру. До Никоновски еще, до Никоновски. Какая страница? То есть эти ответы абсолютно неопровержимы. Почему? Опровергающий Библию. Может сказать, что он знает больше, чем здесь написано. А почему? Опять отвечаю. Господь ответил нам, да не отходит книга сия от уст твоих. Не от ушей, не от глаз, от уст. То есть я должен знать и говорить. Но поучайся в ней день и ночь. И будешь как дерево посажено при потоках вод. И лист, которого не вянет. И все, что не делаешь, успеешь. Это Бог так делает. Вот эту книгу у православных захватили другие люди. Ее признали священной. Священный Синод перевел ее. Это лучший, из лучших переводов. пренебесный пренебесный Синодаль 1876 года. Я попутно кое-что говорю. И попытки переводить Сергея, Веринцев, другие там, епископ Касьян смешно даже слышать. Не говорю уж там про иеговистские бредни. Это книга книг. В ней все сказано. И я по ней даю ответ. Моя задача сразу узнать, где это написано. Мне вопрос задали. А как вы считаете там так? А вот мы слышали, там даже Горбачева, о Михаиле Мещеном написано. Я сразу говорю, откуда это написано? А какую роль он Горбачев сыграл? Не знаю я какую. Я знаю, только у Бога повторяется трижды. Это я узнал из священного писания. Трижды в беду попадает человек. А как это трижды? Да очень просто. Михаил епископ первый, который привез православие с Византии. Ну да. А второе, ну а дальше это смотрите, образуется новое государство. Русь на этом начинается. Без православной веры той Руси мы бы не знали. Как Познер говорит, много принесли плохого. Может быть и так, но было и доброе. Второе, царь Николай отрекается в пользу Михаила, разрушение того государства, которое строилось на основах, как бы на основах православия. И третий, приходит Михаил, этот конгломерат разрушает. Князь Владимир крестит, да. Приходит Владимир Ульянов, раскрещивает. И последний, видимо, приходит в Россию Владимир. Так он на третий срок, на пятый придет и им должно закончиться. По смыслу так. Я это говорил тогда, но я не знал, что будет Путин. У меня мысль было, что Владимир, а кто он, я фамилию не называл. Может быть сын Волка придет, или Барса, или сам Барс. Отвечать на вопросы нужно только по Писанию. И вот отвечает на такие вопросы, ну казалось бы, только открыть Писание и сказать, Господь говорит так. Ну и все. Вникай в себя и в учения, занимайся сим постоянно. Поступай так, спасешь себя и слушающих тебя. Как можно спастись, когда отвечает не по Писанию? И у меня уже это не то, что критически, я не Белинский, а не проходит просто. Отвечает патриарх Кирилл, ну бывший, тогда он был митрополит. Он отвечает на 60 вопросов. Они у меня в книгах помещенные здесь. На 60 вопросов он 3 или 2,5 ответил правильно. Остальные неправильно отвечают. А спросили, а почему неправильно? Я стараюсь проникнуть в глубину. Какая причина? Во-первых, люди такие, дальше, а мусульманах совершенно неправильно отвечают. Дальше, я разбираю, был тогда был Адриан, старообрядческий митрополит. Точно так же беру 60 вопросов. И из них там отвечает правильно, допустим, 5. А 55 неправильно. Я показываю, почему неправильно. Бог говорит так, а ты так. Кто прав-то? Когда говорит вопреки Писанию. Козлов Максим есть такой в Москве, вроде МГУ, там вроде Великомученицы Татьяны, храм. Я могу ошибиться в точности названия, так что к этому снисходительно отнеситесь. Вот Илья тоже здесь у меня. Или Юрасов. Юрасов это из города Иваново, я не знаю, он был же архимандрит, кажется. Юрасов отец Амросий, наш он из Алтайска или Рубцовска. Ему вопросы здесь же, две книжки, вопросы-ответы. В них он отвечает, ну может быть, 10 вопросов правильно, остальные неправильно совершенно, ну это 200 с лишним. Я его вопросы привожу, его ответы и даю ответ. А он может опровергнуть? Никогда. Чтобы опровергнуть, то я что говорю, человек должен сказать, Библия неверная, ну, стать примером на позицию Невзорова. А если он согласен с Библией, протягиваю руку общения и прошу, благослови, отче, благослови, патриарх. Вопрос задан не тебе. И поэтому кто бы где не отвечал, я все думаю, ну почему он не в такой полноте? Вот меня иногда спрашивают, ну вот вы столько занимаетесь, я 14-16 часов ежедневно сижу за компьютером. Вот эти книги, набор я делал сам. Проповеди только помогали набирать. Здесь 1136 моих проповедей. Каждая проповедь примерно 20 минут, которые я в храмах произносил. 1136. Они в аудио выставлены на моем сайте кистине1.народ.ру А можно просто задать Игнатия Лапкина и она сразу откроется. И вы уверены, что вы говорите право. Мне не надо быть уверенным. Зачем? Когда Бог в этом уверил. Так а почему вы так уверены? Люди не могут никак понять. Ну это, знаете, у вас истина не в конечной инстанции. У меня в конечной инстанции. Потому что это не мои слова. Ну а кто-нибудь говорит, вот по-вашему, ну мне, как называют, экспертом по этому, знатоку писания. Я себя не считаю ни экспертом, ни знатоком. Но скажу, что лучше всех отвечает Олег Стенеев. Он у меня был здесь. Мы с ним встречались. Я был в Москве, его в больнице посещал. Лучше его пока никто не отвечает. Очень легкомыслие иногда отвечает профессора православная. Прямо-таки легкомысленно, безответственно. Но знаете, он вначале так не подумал, а потом сказал даже относительно вот этих плесуньей там в храме Христа Спасителя. И дальше начинает действовать совершенно неправильно. А вы отвечаете правильно? Правильно. А что нужно делать было? Ничего не надо было делать. Храм осквернен, я показываю по Писанию, согласно деянию апостолов. Храм осквернен, дальше молиться нельзя, его надо освящать. А вот этим надо моментом было воспользоваться. Молиться об этих плесуньях. Храм закрыт на три месяца. Почему? Я уже отвечал на три месяца, а не на четыре. И патриарх, чтобы молился круглосуточно возле храма весь народ был заполнен. Площади заполнены были. Учиться плакать народу, надо веровать. Учиться болеть и учиться умирать. А их не трогать. И весь народ бы в Москве обратился на сторону поруганной церкви. Вы сделали все наоборот. Почему? У него советников, у патриарха доброго не было. А там советники такие буквально в глаза ему заглядывают. Вот я смотрю, некоторые отвечают, когда они против. Я не против, говорю. Но вот я сейчас отвечаю, называю фамилии, которые, это уже мне враги они будут, я их знаю. Они пойдут на все тяжко, чтобы меня смести. Чаплин отвечает, откуда он берет это все? Ты сначала выпроси у Бога умиление перед Богом. Господи, эти люди заблуждаются, они не знают. Они не знают Бога. Я отвечаю, потому что мне пришлось работать среди всех слоев населения. Я начальник детского лагеря в 1941 год. Я создатель этого православного лагеря. Он был единственным на Советский Союз. О нас и о моей деятельности сняты государственные фильмы в советское время еще. Фильм Причуствие, это Свердловская киностудия, Красноярский филиал, Причуствие занял первое место среди документальных фильмов православия на международном киноконкурсе. Ну, неужели это не говорит ни о чем? Я там отвечаю на вопросы. Второй фильм и лично обо мне вся Златоуст из Потеряевка, это деревья, которую мы строим, занял первое место в России среди документальных фильмов о православии, не о сектантах, не о мирском. Ну, можно было заинтересоваться, никаких, только довидеть, всяких преследовать, то есть мстительнее и завистливее. И в первую очередь священнослужительнее. Я ни от кого столько не терпел поношения, даже во время, когда меня судили, как от священников. Выходит священник, перед судом свидетельствует, что я жду Мессию с запада. Я встал и говорю, отец Михаил, я жду его с неба грядущего силой и славой великою. И тоже попросил в суде, в зале суда у него благословения. Не тем будет помянут, царство его небесное, он на том свете уже. И поэтому вот задаете вопрос, когда первый момент не к вам подошли, к вам подошли как к верующему, как к тому, кто знает голос Божий, кто вводим Духом Божьим. А так вот учат, на все вопросы, вот Каскун отвечает, я гляжу, 2-3 минуты. Через полминуты опять прибегает, какая юбка, можно не ходить в шортах, и он все целомудрие, целомудрие, а целомудрие вообще не объясняет слово. И они, он все время их держит на поводке, на привязи, на коротком поводке. Ты научи людей самим задавать вопросы Богу. Иоанн Златоуст говорит, научитесь не задавать вопросы. Я когда прочитал, подумал, тут ошибка. Это не ошибка, научитесь не задавать вопросы. Судя по возрасту, вам надлежит быть учителями, а вас снова нужно молоком, Павел говорит, кормить. Ну и то, и другое мы еще успеем сделать. Вы отвечаете так, чтобы человек сам следующий вопрос стал искать и находить и радовался. Мне Бог ответил, что написано в Библии, это, конечно, инстанция. Оно будет расшифровываться, ну, начертания не знаем, теперь может чип будет. Это ничего не дает, начертания. Там число имени, зверя, 666 дальше не пойдет. 2000 лет и 667 не будет. И ни одна цифра не потеряется. У некоторых даже не понимают, ну, кто Индии перелазит, начинает толковать, это из Индии. Да не из Индии, а Индии, то есть иным путем. А как это иным путем? Не по Писанию. Ответ один златоуст говорит. Не по Писанию. А вот Индии, то теперь приходят все, другой раз слушают выступление патриарха, минут 20. Даже слово Христос и Библия не понимают. Что от Бога это? Все надо, чтобы как-то кому-то угодить, лавировать надо. Не надо этого. Никаких консенсусов. Никакой толерантности. Слово Мое Господь говорит, и подобное лимичу и молоту разбивающему скалу. Скажи так, чтобы земля горела перед Ним. Чтобы Он увидел спасение во Христе. А как Бог шип его саблота, лежит ослеп. Вот первый разговор возвращался. Первый разговор. Он никогда с Богом не разговаривал. А вот теперь разговор. А кто ты? А что повелишь делать? Ищи здесь. Вникай в себя и в учения. Занимайся этим постоянным. Да не отходит книга сиатус твоих. Да не отходит. Но где она? В законе Господа воля его. И о законе его размышляет. Он день и ночь. Дорога идет. Вот мы идем с ребятишками. Экскурсия в лес. В поле, в лес. Дети. Мы начинаем говорить. Мы идем по дороге. Повторим. По дороге, по дороге. Так, слово дорога. Где встречается Писание? Какой синоним это слово? Путь. Еще какое слово. Я ему начинаю рассказывать ребенку. Все, что в Библии есть. Запоминайте. Потом идем дорогой спрашиваем. Библия. Святая Библия. Священное Писание. Слово Божие. У меня дети через пребывание в лагерь уезжают абсолютно другими. Они должны слышать. Ежедневно, утром, чтением, писанием, столкованием блаженного фефилакта. Это другой уровень. Это не те лагеря, даже православные, которые смотрят. Что они там делают? Оттуда приезжают, привозят детей. Иногда воспитатели к нам в лагерь приезжают. Я удивляюсь. Как это можно так? Уши чем уши? Стрелять из автоматов, кого-то готовят. А эти мирские, это днанеки разврата. Вот эти 4124 вопроса и ответа. Вот я отвечаю. Вот, допустим, книга вторая, открытым оком. Это противосектантская. Как беседовать с сектантами? Это не просто так, беседовать. Я другой раз вот смотрю, книгу пишут. Ну, хорошие. Я не буду даже называть. Я их очень уважаю, этих людей. Это ваши профессора московские. Они были здесь у меня. Вот, говорится, книги вот эти брали. Я им подарил. Здесь именно моя миссионерская работа. Как беседовать с сектантами? Как доказать, что иконы не идолы? Как доказать им, что они не церковь? Они хорошие. Нужно сразу сказать, сектанты лучше нас ведут себя в жизни. У них курящих почти нету. Пьющих почти нету. Ну, сравнивая православная, вся тюрьма забита. Я вносил крестики туда по заказу. Иногда 400 крестиков за один раз. Все крестики на груди выходит. Мать родную не забуду. И крест. Здесь как беседовать? Вот приехал Амвросий Юрасов. И мы с ним поехали там исповедовать. Надо в одной деревне были. Люди, которые через меня, через мою немощь, пришли в православие. 32 человека. Они были эпоховцы. У некоторых было монашеское звание. Их в этом, по указанию тогда был митрополит у нас. Он не митрополит, а архиепистка был. Гедеон Докукин. Их все приняли в сущие, говорится, сани. Такие монашеские. И вот он поехал. И мы дорогой разговариваем. Когда я ему стал говорить, он вот так остановился. Это сразу записать надо. Это как живое пощупать можно будет. Я говорю, а что особенно? Да нам-то преподают схоластику какую. Я проходил это сектоведение. У меня ничего этого нет. Я знаю болевые точки в любой секте. Как с ним поговорить? Что ему дать? У меня было так однажды. В одном месте выступало 450 прихожан, баптистов было. И в конце беседы пресс-фитер встал и за всех ответил. Мы сегодня готовы все до одного перейти в православие. Это одна беседа. Одна. Почему? Потому что я нигде на себя ничего не беру. У меня сана никакого нет. Ну, я рукоположный чтец, епископ Евтихий Курочкин. Он меня рукоположил специально, чтобы я в храме мог проповедовать. А когда нельзя было, после богослужения я проповедовал здесь, на улице, на площадях, в метро, в Москве. То есть трудно найти место, где бы я не проповедовал. А тут я стал в храме проповедовать. Эти проповеди храмовые вошли сюда. Там 1136 проповедей. Они здесь. В интернете можно найти. Они там в аудио, в видео помещены. И поэтому вопросы, которые задают люди, бывают серьезные вопросы. И отвечают совершенно неправильно. Вот даже о крещении. Какой важный момент крещения. Ну нет крещения, там моченил Бог. Ну что непонятно-то? Патриарх Алексей Второй не один раз об этом говорил. У меня вот книга есть такая, называется «Крестственному православию». Вот на эту книгу материал я собирал 40 лет. 40 лет, прибавляется по странице, я от руки перепечатывал, рассылал. Что такое крещение? Это были такие церковные хроники от московской патриархии. И он здесь говорит. Я уже, который прошло там полтора года, как на ипорхиальном московском собрании говорил о крещении. Но 95% или 99% священников меня вообще не слышат. Продолжает лбы мочить. Ну не крещен патриарх, перекрестить его и все. Он не крещеный, если он без погружения. Слово крещение один перевод имеет. Баптизан. Погрузить. Попы не крестят. Да в один день это можно сделать. В один день это можно сделать. К нам сколько приезжали архимандриты, священники, московской патриархии, принимали крещение, возвращались в свои монастыри и продолжали дальше служить. Что же ты проповедуешь другим, о себе не заботишься? Иной бывает для тысяч людей полезен, а для себя бесполезен. Ответ должен быть основан на Слове Божьем. Считайте Исаии 5.20. Если отвечает не так, как Слово Божие гласит, нет там света. А будет говорить не так, Галатам 1.8.9. Анафема. Даже ангел с неба стоит. Анафема тебе ангел. Ангел с неба. Не сатана. Анафема ему. Даже мы, апостолы, придем, вот сейчас все вместе будут говорить не так, ой, мы ошиблись. Анафема. Все кончилось. Вот авторитета Библии нету, и поэтому плавающие ответы. Я ни одного не нашел священника, который отвечает правильно. Ни одного. Ни патриарха, ни митрополита. Все отвечают с каким-то как будто лукавством. Но я вижу не только лукавство, невозрожденное. У них не было духовного рождения. Не было этой любви. Вот у меня любовь была такая, я просто свидетельствую. Я на корабле. Мне дали два дня, допустим, отгула. Я пришел к людям, которые взяли Библию. Но у меня только Новый Завет. Библии нет. Мне надо Библию знать. Мне 23 года. 24-й год идет. У меня ни девушки в уме, у меня ничего нету. Я с Библией потихоньку ухожу в Латвию. Ухожу в лес. И дальше иду уже лесом в ряду. И там сажусь один, где только птицы поют. Наступает ночь. Так уже ночь. Назад идти, а завтра в воскресенье будет, не пойду. Я залез на дерево, как шимпанзе, свил гнездо, ветками связал. И там ночевал. Вот это картина. Утром в распадке туман, маленько ниже меня. И сидит там бородатый парень и держит в руках Библию. Ну некому было снимать. И при том это не наиграно было. Меня Библия привела к тому, к чему я сегодня пришел. Исследуя все секты, я скажу, в православной церкви я бы дня не был. Если бы не Библия. Библия в толковании святых отцов. Не канона соборная. Я ушел бы сегодня к кому? Баптистам, по крайней мере, ну не к харизматам. Но они не церковь. Определение церкви дает только, единственное только, правильное толкование священного писания и рукоположение. Какой он патриарх? Что о нем говорят? Меня это не касается. Я перед ним склонюсь низко и скажу, благослови, владыка. Благослови. Поэтому отвечать на вопросы, ты ответь на свои. Первый вопрос ответь. Была ли у тебя встреча со Христом? Я это ко всем каскунам, ко тем священникам, которые отвечают. Судя по ответам, они этого даже вопроса не задают. Рожден ли ты свыше? Если родился, когда? Назови дату. Рождение мы в паспорте пишем. Метрикой нам написали, когда. Но духовно ты когда родился? Я могу назвать часы и минуты. Дня и часа, место. Покажу та половица, на которой меня Бог нажал. Апостол Павел мог сказать это. А ты не можешь сказать, почему? Задумайся. А далее, далее, как эпиграф. Кремлина 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Дальше задача войти в Пятидесятницу. Исполниться силой Духа Святого. Когда для тебя один авторитет, одна в мире книга. Библия и одна личность Христос. Мартин Лютер. И поэтому проверить, правильно ли ты сам отвечаешь. Правильно ли при тебе другие отвечают. Ты можешь только через Библию добавлять в толкование святых отцов Вселенской Церкви. А правильно ли они отвечают. А вот это я проверил через Священное Писание всех святых отцов. Я через Священное Писание проверил все соборы Вселенские и поместные. И покажу, какие правила не основаны на Библии. Совершенно. Не говоря о живых, какие есть люди сегодня. Какие решения. Но всегда нужно выводить смертельно или не смертельно. Не смертельно. Поэтому обойдемся. Я не могу убрать вот экуменистические движения. Патриарх там вместе там целуется где-то. Я в этом не вижу ничего такого. Но ты нигде не уступи истину. Ведь католики-то это наши братья. Единственное, что неприемлемо. Не то, что там филеохвы. Неприемлемо примат папства. Что папа над всеми, он безгрешен. Вот единственное, что я нахожу, с чем мы не можем согласиться. И не согласиться никогда не согласиться. И вот начинают баптистам доказывать про иконы, да как это важно. И кто? Даже Олег Синяев об этом говорит. Об этом говорить не надо. Ко мне приближаются вот эти люди, эти баптисты и говорят. Ну вот мы сегодня приходим в православие. Что нам делать? Ну в первую очередь. Не хулить то, что вы не понимаете. Иконы не идола. Я вам это доказал? Доказал, да. Но мы не хотим, чтобы кланяться. Не кланяйтесь, без этого можно спастись. Было же, не было иконопочитания когда-то. Но вот у нас мощей нет, и мы не хотели бы. Не надо мощей. Но не хулить их, это святые мощи. Не хулить и мощи. Мощи должны быть похоронены. Опять что-то спрашивают. Без этого можно. А можно, чтобы не вынеялись священническим? Вот по-простому так. Можно. Но не хулить и священническую одежду. Вы не можете быть без рукоположения, без истинных пастырей. Нужно, чтобы им рукоположили хотя бы двух епископов. А дальше, чтобы они рукополагали, ну и в Лонне церкви. Питер Гилквист, который говорит, как они пришли, возвращение домой, книга. Две тысячи баптистов у них там пришло. Ну разных там, не только баптистов. Поэтому, чтобы отвечать на вопросы, сначала научись Богу задавать вопросы. Господи, чего во мне не достает? Ты ответ услышишь один. Господь говорит, кто его слушает? Слушающий меня соблюдает в западе. Не умом только знать. А ты прослушал западе, старайся ее исполнить. Исполнить. А не так под разными предлогами не ходить в храм. Я смертный человек, но я думаю, что я в жизни ни разу ни одно богослужение в воскресенье еще не пропустил. Никак. Когда я оказался в церкви, на берегу. А как я пропущу его? Какой это? Он болел, завтра будет еще хуже. Научиться надо не стонать. Наполнить сердце, как цунами, благодарностью и славословием Богу. У меня еще где-то примеры брать-то. Они все в Библии написаны? Иногда я на то, что начинают такие интригующие слова говорить. Вот я знаю, знаете, мне встречалось такое. Я сейчас вам покажу. Я думаю, ну что же он может сказать? Боц. Он об Ионе говорит. Ну правильно он сказал. Дальше еще говорит. Обязательно кто-то должен быть любимый. Кто у тебя любимый? У меня любимый пророк Иеремия. Хотел я молчать. Я усилился. Но внутри меня был как бы разлитый огонь, и я не мог. Два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили. А в их всегда водоемы, которые не могут держать влаги. И все что-то решают, астамблеи, конференции, патриархии, чтения какие-то. Идите по всему миру и проповедуйте в ангелии. Это последний наказ Христа. Последний. Последний шаг. Христос уходит на небо. И говорит, ждите обещанного Духа Святого. Получите. И что? Облечетесь силой и пойдете свидетельствовать. Почему патриархийно не свидетельствует? Какие-то требы обложились. Идите, уже потеряно все. Патриарх Кирилл по объехам страну говорит. Состояние церкви, тире, духовные развалины. Это не храмы развалины. Некоторые говорят, да это храмы развалины. Храмов позаглаза настроили. Всем мусульманам хватит. И всем сектантам, как в Санкт-Петербурге. Чтобы ответить на какой-то вопрос, ты должен жить им. Чтобы люди поверили. Я одно время вел уроки мировое искусство по картинным галереям мира. Там вплоть до профессора изобразительных искусств сидят. А были возражения? Ни одного. У меня вообще возражений никогда не было. Я отвечаю и все на этом кончено. А дальше должен человек сам. Я учу его обращаться следующий вопрос не ко мне, а к Богу. Но ему трудно. Я ему скажу, где глава. Дальше считай. Какой-то стих. А он не знает. Трудно достать святых отцов. Ну тут я могу дать. У меня библиотеки. Я люблю накопить как-то деньги. И образовать библиотеку. И подарить людям. Я в своей жизни много библиотек образовал. Духовных. И уничтожил много библиотек мирских. Меня просили сделать ревизию. Одна часть. Там Вольтер, Дедоруссо. Все идут в мусорку. Хорошие. Бывают книги. Оставят себе классику. А бесполезные такие. Ну не вредные. Отъяси библиотеку сдать. Или продать как-то. Во всем и везде должна стоять одна мысль. Как не уклониться от закона Божия. Законом твоим говорит Давыд. Ты сделал меня мудрее врагов моих. Я стал разумнее учителей моих. 118-й Псалом. Здесь все. Никакие академии. Никакие диссертации. Никакие магистратуры. Не дадут того, что в Библии написано. У меня очень хороший, знакомый, близкий, как он себя называет, моим духовным чадом. Он обратился не из православия. Пришел православный. Закончил семинарию, академику. Теперь магистр богословия. Я слышал такое. Ему задавал вопрос профессор. Ну а вот такой вопрос. А если вот так? А если не так? Он говорит, если не так, значит вам анафема. Профессор нет, нет. Пятерку ставит там. Все. Анафема тебе, профессору. Его искушать не надо. Он хорошо знает Писание. Я на этот вопрос отвечаю. Почему? Потому что душа моя скорбит. Видя, что такой благоприятный момент. К нему люди обращаются. Пишут. И отвечают неправильно. Да что, по-твоему, от профессора Осипов отвечает неправильно? Сколько угодно. И я это ему покажу. Покажу. А отвечает очень много правильно. А много отвечает от своего ума. Мудрость твоя и знания твои сбили тебя с пути, написано. Называй себя мудрым и обезумели. Надо научиться искать ответ у Бога. Послушай, что скажет Бог. Это было у пророка Иеремии. Его спрашивают. Идти нам не идти в Египет. Бежать не бежать. Надо Бога спрашивать. Ну и не спроси. Он ушел и 10 дней молится, как Серафим Саровский. Наконец ответ поступил. Сегодня этого не знают. Я думаю, потому что ненаучены и нерожденные свыше. Православных этот вопрос вообще не проповедуется. Я ни одной проповеди не слышал, не слышал в своей жизни в православных храмах о рождении свыше. И когда говоришь, они не знают этого. Я разыграю такую картину. Допустим, ну сколько у вас православных? Ну все православные бывают в зале. Ну все православные. Сектантов мало. Тут уголок один. Ну скажите, вот вам бывало так, что вы идете дорогой, и вам встретился попутчик и спрашивает что-то. Да. Ну он спросит такое. Скажите, как мне спастись? Ну как, к храму иди. Все согласны? Ну конечно. А потом к батюшке. Ну а потом, ну чаще исповедуйся, чаще причащайся. Если не крещен, крещение прими. А как? Ну батюшка ладошкой хлопнет мокрой. Все понимают. А погружает? Нет, не погружает. И все, все. Больше ничего не ответят. Они не спасенные, и кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие, не то что войти. Ни на каких мытарствах ты не будешь, ты сразу в ад пойдешь. Не верующие. Мытарство для верующих создано. Да как же так? А нам говорили, неправильно говорили. А что нужно отвечать? Вот теперь вопрос хороший. Надо бы народиться свыше. А в рождение свыше входит следующее. Ты должен признать, что ты грешник. Ну как я все время говорю, грешник, Господи помилуй, Господи. Нет. Ты должен признать, что ты погибший грешник. Погибший окончательно навсегда. Ты уже в аду находишься. Ну как в аду? Ну я же хожу на исповедь. Вместе с попом в аду будешь. Если не родишься свыше. Начинают задумываться. Ну как? Ну он же прощает. Никто не может простить. Даже Бог не прощает. За так. Бог не прощает. У людей неправильное понятие. Вот я приду, свечку поставлю, скажу, Господи, прости. Он простил. Бог не прощает. Это вопреки свойства Божия. У Бога свойство такое. Он свят. Он настолько свят. Он всесвят. И поэтому Херуим и Серафим воспевает свят, свят, свят. Почему? Возмездие за грех смерть. Римлянам 6.23. Православные вообще этого не знают. Вообще. А это в беседе с мусульманами на первое место я выставил этот стих. Сам. Это моя наработка. Ни бараны твои, ни Курбан Байрам тебя не спасет. Возмездие за грех смерть. Смерть. Патриарх Алексий выступает и говорит. Наша задача реставрировать человека. Я так и охнул. Да он же не верующий совсем. Как же это так? Кого реставрировать? Когда, говорит, нас, мертвых, по преступлениям ожитворил. Кефесянам 5.2. 2.5. Или дальше. Сын мой был мертвый, ожил. Луки 15 глава. А блудом сыне-то. Реставрировать собрался мертвецов. Мертвец мертвеца хоронит. Оставьте им хоронить. А что сделать? Надо бы на вам оживиться. Как встреча со Христом оживляет. Благодать Духа коснется. Дохни Дух на это поле полно мертвых костей сухих. И кости восстанут. Как это может быть? Признание себя грешником. Я знаю, что выхода нет. Понять, что за грех смерть. А как ты умрешь, когда ты грешник? Из-за меня умер Христос. Принял плод через благословенную Деву Мария Духа Святого. И он мой грех взвалил на себя. Ну как, я же еще не родился. Умер за всех. Почему Иоанн Затауст говорит, все написанное в этой книге Библия усваивает, притягивает к себе. Да, это сказал Давыд. Но это сказал я. Да не отходит книга сия. Это к Коринфянам. Кому сказано? Это ко мне сказано. Христос умер за весь мир. Вот агнец Божий берет на себя грехи мира. Это мой пришел Спаситель. Это мой грех. Мой. На каждом грехе написано Игнатий. Да вы всякие верующие. Слово всякие я напишу Игнатий. Верующий в него имел жизнь вечную. У православных этого нет. У сектантов это понятие и есть. Они говорят, лично мой, лично мой Спаситель. Ой, как они говорят, лично мой. Так это требование. Ты должен принять его. Принять, уверовать. Это очень хорошо понимал Серафим Саровский. В одной фразе. Стижание Духа Святого. Вот об этом нужно заботиться старю небесную утешителю. Души истинные. Иже везде сы и вся исполняя. Сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны. И очистены от всяких скверных. И спаси блажь и души наши. Чтобы Дух Святой пришел. И канон этот, который считает. Я сейчас посмотрел, как патриарх считает. Прекрасно поставленный голос. Как на сцене выступают знаменитые артисты. И поэтому, Господи помилуй, я никогда петь не буду. Господи помилуй. Златоуз говорит, мы глазами, выражением лица, голосом, умильным пытаемся разжалобить перед кем просим. Господи помилуй. Харисты заливаются. Половина, может, в блуде живут. А ты скажи, Господи помилуй меня. Будь милостив ко мне грешному. Вот как стоял этот мытарь. Распелися. Руладу за руладой пускают. И, к слову сказать, Андрея Критского канон считают. И объяснение дают священники. И объяснение дают биографию. Даже там Дмитрий Смирнов-то. И все не договаривают. А неправда это есть ложь. А вот он был такой, с такого времени, глухонемой был. Это никакой роли не играет. Чем вызвано это было? Тем, что архиепископ на 6-м вселенском соборе подписал анафему этому собору. Андрей Критский. Это у него как 50-й псалом Давида был. Он подписал анафему. Он враг церкви был. А потом пришел в сознание истины. Дезавуировал свою подпись. Это канон для оглашенных. У нас считается на три ступени. Одна сейчас считается благодарственная. Те же самые слова. Но благодарение из тех же 502 событий. И третье словословие. Я говорю быстро. Мне просто хочется много сказать. Благословенный Господь, Который Духом Святым не покинул и Адама. Он ему тоже сказал. И вопросы задавать нужно тем, которые знают Священное Писание. Прежде чем задавать кому-то, вы скажите. А вы Писание хорошо знаете? А вы знаете его как? По толкованию святых отцов Вселенской Церкви? А именно кого? Они не назовут Григория Низского, Николая Фрема Серина. Они не назовут, они не знают. Они начнут задавать Бакмендера, Елену Уайт, Джозиева Смита. Кого угодно назовут. Но они не знают. Святым отцам это открыто было. И толкование сектантов в абсолютном большинстве, как земля от неба, отстоит от православного вселенского толкования. Вопросы задавать надо знать кому. Почему Анна Затаус говорит, смотри, вместо наставника не избери волка, вместо учителя. А сколько вы учились? Ну вот здесь вот я провел за компьютером больше 30 тысяч часов за 9 лет. 9 лет. 50 лет ежедневно занимаюсь Библией. Ежедневно. В иные дни у меня доходило до 10 часов провести за ней. И она для меня как будто я первый раз сегодня открываю ее. Каждое утро мы ее читаем. Каждое утро. И каждое утро все открывается. Иногда говорят, ну толкование такое редко. Там пророка Захария или Оси. Как вы это можете знать? Не знаю, не читал. Но зная все остальное, я легко вывожу и другое. Что это согласованно со всеми местами Писания и говорится именно об этом. Да конечно не толковали. Никто не толковал. У меня толкователи почти все были дома, перебывали. Ответы лучше не давать. Ну конечно еще лучше знать. Но еще лучше и другим дать то, что здесь есть. Вот так я отвечаю на этот вопрос. Имею такой опыт 50-летний. Отвечая во разных учреждениях, в написанных книгах, по радио. Я вел радиопрограммы три регулярно. Три радиопрограммы. И отвечал на вопросы. А было так, что не соглашались. То есть почти никто сегодня у Коскуная прочитал вопрос. Я много сегодня его слушал. Вот как колдуна узнать? Как колдуна узнать? Очень просто. В вашем присутствии он сразу проявится. Он не может сказать, потому что он не знает. Он по книжкам беседует. Я недавно книжку читал, а я встречался с ними. Я встречался и ночевал с ними вместе. Я их знаю как. Вот ко мне они пришли на занятия. Мать и дочь одеты во все черное были. Но я-то этого не знаю, что они пришли. Они сразу ко мне подошли. Их вымело ко мне. Они подошли. Они не рады, что подошли. И говорят, а мы пришли специально, чтобы разрушить у вас все в университете. Я говорю, пока садитесь, пока послушайте. У нас иконы стоят здесь. Они сели. Я сразу объявился в музал. У нас есть люди, которые пришли нечистой силой, разрушить все. Встанем на молитву. Их как ветром выдуло. Вот и все. Тот, кто в вас сильнее того, кто в мире. Больше его в мире. А было такое, что сильное дать было. Я просил встречу к предводителям йога в Москве. Меня привели к нему. Я не знаю, с чем было связано. Но мы вошли в дверь. Он открыл окно и выпрыгнул в окно. Мы его уже в саду нагнали. Почему он выскочил в окно, я по сей день не могу понять. И он сразу, я даже только глянул, он мне и сказал, а вы выдержите то, что будет, я вам буду отвечать. Я говорю, давайте беседовать. Он сразу отказался. То есть он решил, как говорится, шапку сшибить. Наш Бог сильнее всех. Никогда не надо бояться. Вот там колдует где-то. Соверши крестное знамение. А утром выходишь, впереди себя перекрести. Знамение Сына Человеческого. И скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его. И всех ангелов его. Всего его владышества. Иди не бойся. Никакая энергетика тебя не тронет. С тобой и Христос. А вне Христос, там свобода. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аминь.